Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Санкт-Петербургу, улица Чайковского, дом 13. Архитекторы Геккер, год постройки 1872, еще его называют дом Стелеха, дом Капустиных и доходный дом Шреберов. Ну начнем с 1872 года. Архитектор Геккер Василий Федорович перестроил дом. Первым известным владельцем это участка был придворной императрицей Елизаветы Петровны Муншенг Иван Петрович Стелех. Значение слова Муншенг это придворный служитель, ведущий напитками. Придворный классный чин в Российской империи. По статусу был равен гоф-секретариум, то есть был ниже гоф-юнкера и туловался в Ваш Благородие. До 1845 года по данному чину жаловалось личное дворянство, придворные службы, а затем только почетное гражданство. Данный чин был введен как замена традиционному русскому придворному званию царского виночерпия. Стелех Иван Петрович, подполковник Минского пехотного полка, командир полка. В 1748 году двор купил его брат, капитан канцелярии от строения Христиан Петрович Стелех. В 1791 году сын Стелеха Николай продал полученный в наследство участок жене придворного камерфурьера Авдотьи Черниковой. Камерфурьер табеля рангов соответствовал гражданскому чину калежского или военного советника. В 1791 году участок купил надворный советник Капустин. Надворный советник это гражданский чин 7 класса в табеля рангов России и соответствовал чинам подполковника в армии войскового старшины у казаков и капитана второго ранга. Дом принадлежал семье Капустиных более 30 лет. В 1824 году двухэтажный 8 окон дом настроили третьим этажом. Затем дом перешел к булочному мастеру Августу Шреберу, а позже к его сыновьям, купцу второй гильдии Августу и артисту Карлу. После смерти Августа домом владела его вдова Эмилия Ивановна. В 1772 году дом перестроил архитектор Василий Федорович Геккер. Это уже был дом, оформленный в стиле барокко. Он стал шире 15 окон, четырехэтажный, украшенный балконами, навесом на парадном. Ну и старый дом вошел в новую постройку. В квартире 6 этого дома жил артист Александринского театра Ипполит Иванович Монахов, сын учителя Ивана Яковлевича Монахова, который состоял при Киевской первой гимназии училище землемера. По воспоминаниям, уже в студенческие годы Монахов был страстным театралом, постоянно посещал Киевский городской театр и артистически копировал актеров. По окончанию университета он поступил на службу в Сенат, составил младшим корректором, но в 1864 году выступил в качестве куплетиста на домашней сцене графа Кушелева-Безбородько. После этого оставил службу в Сенате и сделал с профессиональным куплетистом. Кстати, исполнил куплеты из журнала «Искра» и сатирические песни «Беранже» в переводе Курочкина. Дебютировал в Александринском театре, пел куплеты, временами даже играл характерные роли Молчалина, Чацкого, Хлестакова, Кричинского. Последней ролью Монахова стала роль помещика Кушнина, комедии Потехина «Выгодное предприятие». Скончался внезапно в 1877 году, хоронен на Смоленском кладе. Что касается последнего владельца дома, им был купец Михаил Степанович Куприянов и его вдова Екатерина Николаевна. Что еще про этот дом? Ну, наверное, самое главное, что решением исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов в 1870 году дом взят под государственную охрану зданий, связанных с жизнью и деятельностью Ленина. В этом доме, в комнате, снятой матерью Ленина Ульяновой, Владимир Ильич прожил вместе с ней 4 дня в феврале 1897 года перед отъездом в ссылку. Ну вот примерно все, что я хотел вам рассказать о доме номер 13 по улице Чайковской. Хочу напомнить, что я пользуюсь данной википедией и сайта CityWalls. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока.